Аплодисменты А, это телеграмма А, окей Диана ЗПТ Иногда на концерте возникает чувство ЗПТ А Марта вчера подходит и говорит Мама, почему я так похожа на бабу Игу? Я говорю, когда ты злишься, ты похожа на нее Чувствую, что на пару секунд удается поймать ваш взгляд Скажите, смотрите ли вы в первые ряды? Или это мои фантазии? От того же адресата А, ответить? А почему так в первые? А как же последние ряды? А как же сердце каждого коллектива? Я вас вижу Я очень внимательно Очень О, очень-очень хорошо Диана в новой песне есть фраза Каждый из нас для чего-то устроен Я стану мертвой без рок-н-ролла Отлично, наверное, человек поздно пришел Только зашел Был ли в вашей жизни хоть раз серьезный выбор С или без рок-н-ролла? Да, твою мать, всю осень С или без, понимаешь? А главное, что не мой был выбор Что особенно меня, так сказать Возбудило, понимаете? На сниперс Сейчас, пацаны На сниперс, лучше это сразу делать Потому что иначе просто у нас здесь сугрок будет На сниперс нет написали интересную фразу Ну, давайте называть вещи своими именами, правда? Диана на сниперс нет, Костя Филиппов написал Интересную фразу Костя, что ты сразу голову опускаешь? Твоя фраза не моя же Браво! Костя, да Ну, Костя, понимаете, в чем дело? Костя Филиппов У нас работает первый год Слава Богу, я надеюсь, что не последний Хотя, у нас сегодня произошло прекрасное событие К нам сегодня пришла Юля Контрова Причем, да Причем она пришла с Гришей Со своим мужем И самое главное, она привела еще и Лео Маленького мальчика Лео, которому А тут Ну, вот он Поэтому Это была полная неожиданность для нас Я мечтала, конечно, чтобы Юлька пришла Вот Но, видите, снайперов становится больше Так вот, Костя Возвращаясь к напечатанному Костя у нас обычно Очень трезвый И абсолютно С большим пиетеном ко всему относится И понимает, что Ну, нельзя быть неформальным Поэтому он написал следующее Состоится Неформальная встреча певицы Певица – это я Неформальная встреча – это вы Со своими самыми САМЫМИ ВЕРНЫМИ ПОКЛОННИКАМИ А, кстати, между прочим, очень многие С своими работами Действительно меня несколько разочаровали Поэтому верных поклонников, Костя Много не... Хотела сказать, много не говорит Они не только здесь, но и там Почти каждого из которых Она уже знает в лицо А тут Костя должен был добавить И я уже знаю в лицо И мы уже знаем в лицо Неужели и правда многих узнали? Слушайте, в общем, как-то за все эти годы Я успела натренировать свою память И я очень плохо запоминаю имена Ну, так получилось А вот лица запоминаю очень хорошо Так что... А это все, что вы хотели спросить? Или это листок А4? А некоторых, конечно... Мы спали с тобой одним сном Целовались под одной звездой И нахи в ночи Жонглеры любви иной Не рви себя, милый, не рви Когда танцуешь со мной И нахи в ночи Жонглеры любви иной Сиропом ленивой луны Тебя царапаю грудь Не забывай, но, пожалуйста, не звони Страшнее предательство лишь Нужно быть пуста Лови мои волны, милые волны, лови Лови. 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 Денис! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Денис! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Всё слышало, всё слышало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Огромное спасибо за дебаты по поводу этой песни, все читаем, все слышим и всех видим. Ну да, но существует же все-таки много языков. Так, Гриня, мы с тобой как... Вот это? Гриня, Гриня, стой, стой. А что ты делаешь-то? Все? Нет, я только на три ответила, держи. Так, блиц-вопросы, блиц-ответы. На концерте Rolling Stones вы были в фан-зоне? Как вы туда добежали? Это было сложно, ребята. Но да, я действительно очень люблю ездить на концерты за границу. Потому что в Москве на концерты иностранных выступающих, точнее, музыкантов ходить не люблю. Потому что, мне кажется, в Москве очень много по этому поводу жлобства. Билеты очень дорогие, кстати сказать. И, ну, мне приходится так, не сладко, если я прихожу на концерты, я так не понимаю, общаться мне или смотреть то, что происходит на сцене. Поэтому я езжу какие-то странные, и, между прочим, это, по большому счету, выходит практически так же, как на концерт сходить в России. Но с большим, так сказать, комфортом, потому что, ну, потому что, ну, никто тебя не знает, это нормально стоишь в фан-зоне. Но, что касается концерта Rolling Stones, это баллотас. Фан-зона – это нечто, это целый стадион. И, ну, кто хочет, тот свидать, что-то достигнет, правда. Поэтому, думаю, что, думаю, съездить куда-нибудь на концерт группы «Мьюз» в следующем году. Диана, добрый день, утро. У вас так хорошо получается читать. Прозу читать я действительно люблю. Самый интересный был прием рассказа «Степа и самолет» в Стокгольме, потому что там люди стали смеяться с первой фразы. А потом все это как-то, причем, читаешь, каждое предложение, они смеются, смеются. Потом одна закатилась, к чему «Браво!» Да, все рассказывают с таким, знаете, «Ах, а конец-то там жесткий». И, в общем, конечно. Вы говорили, что после обновления коллектива сделали упор на мощный гитарный звук. А кто из мировых гитаристов цепляет вас больше всего, Денис? Денис, ответь, пожалуйста, на вопрос. Кто из мировых гитаристов цепляет тебя больше всего? Давай. Хендрикс. Хендрикс. Какая ваша дверь? Я отвечу на это. Я специально дождалась квартирника и вывешу ее буквально завтра или послезавтра. Она у меня готова. Пожалуйста, можете спеть. У меня завтра ДРЭ. У кого завтра ДРЭ? С наступающим. Время год зима. Поехали. Ты не цепляй. Время года зима. Время года терять. Ты уже потерял, но еще не остыл ко мне. Время года зима. Мы рискуем не ссать. Мы рискуем расстаять без сопротивления. Я возвращаюсь домой. Начинаю муриц. Сигареты к полу. Почитаю любовь. Начинают ты. И все это дни. Поехали. Поехали. Мы рискуем не ссать. Мы рискуем не ссать. Поехали. Мы рискуем не ссать. Время года зима. Я не знаю, а верить, что старость не мой удел. Ты на годы зима. Ты меня проведил. Ты меня на росток рассматривал. Ты это дни. Ты меня проведил. Не планы зима. Вышкаем любовь. Ты начинают клювить. Ты медленны к neolюбе. Ты валюка зима. Ты кондиснах всегда церкви. Ты приколвает все это дни. Да, запомнили все, да, запомнили все Ведь я тебя на стране Как последний покров Ты мне положен туплет Ты знай, а ты всегда Ты равнодушитель Долгая одна в сердце Возвращаюсь домой Я помню тебя от судьбей до лета Время года зима Время года зима Время года зима Время года зима С наступающим По поводу этой песни смешно, потому что нас пригласили на концерт во Вьетнаме, полетим в начале января. Ну они звонят и говорят, можете как-то программу назвать? Я говорю, я ненавижу делать, назвать программу. Знаете, самая, мне кажется, самая пошлота это лучшие любимые только для вас, понятное дело. Но с другой стороны, никто еще лучше не сказал, потому что вы знаете эту историю, когда... Знаете эту историю про двойную таталью, нет? У нас был концерт в Москве. Ну и организатор концерта постоянно долгил нас звонками с просьбой назвать программу. Я говорю, ну концерт будет, господи, ну приедем, все, поиграем. Нормально. Она вот прицепилась, вот пожалуйста, назовите, 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 назовите. И такому нужно было случиться, что один из ее звонков застал меня в открытом море. И вот я сижу уже вот там вот смотрю на вот этих вот, что там плещется, плещется, и подходит ко мне Пальцева и говорит, Диня, ну слушай, ну надо назвать эту программу уже наконец в Питере. Я говорю, двое на татами. Она говорит, как? Я говорю, двое на татами. Она говорит, ты уверена? Я говорю, ну разумеется. И дальше смотрю. Она говорит, ну ладно, хорошо. И выходит афиша. Я так вижу и говорю, а это что за... Я говорю, Димя, вы же задавали тебе вопрос, ты сама так сказала. Я говорю, а что теперь делать? Она говорит, я не знаю. Я говорю, надо песню написать. А поскольку я так никогда в жизни песню не пишу, что вот надо написать песню, я придумала только одну строчку. Там были эти двое-двое на татами. Серьезно говорю, это просто. Там были эти двое-двое на татами. Нет, тут все-таки должно быть японское что-то. Все-таки татами. Так, отвечаю быстро. Ой, тут так мелко написано, ребят. Но в мои годы уже можно как-то... Как вы классно смеетесь, слушайте. Может, я вам буду звонить каждое утро, вы будете смеяться? Ладно. А то у меня по утрам такой дурдом. Хорошо, ловлю на слове. Вы могли бы в двух-трех словах рассказать о вашей команде? Например, Дима. Это пульс группы. Какой Дима? Я, сколько Митьку знаю, всю жизнь зову Митю, а не как-то... Дима. Это же наше сказали, да? А, ну да. Это же наше сказали. Так, в двух словах могу. Я их всех очень люблю. Я могу сказать, что у нас 2-го числа будет концерт в клубе Бруклин. Мы так негласно, негласно решили, что каждый первый концерт в году, который будет у нас, не дай бог, в январе, мы будем посвящать Денису Жданову, конечно. Который в прошлом году вышел первый раз на сцену 13-го января. И когда... Я присоединяюсь. И когда... Да, я присоединяюсь, дорогая Баруна. И когда концерт закончился... Что ты сказал? Скажи, пожалуйста, еще раз, а то я перевру. Такой длинный концерт никогда не играл. Такой длинный концерт и сказал, ну, ребята, как-то бодро. Я не помню, бодро, да. Ну, вот бодро сказал, да. С тех пор прошел уже год. И в этом смысле я очень рада тому, что прошел год, потому что... Ну, мне кажется... Ты можешь закрыть уши? Я знаю, на мальчиков очень плохо это действует. Я считаю, что нам очень повезло. И мне кажется, Денис это, конечно, просто... Денис это кайф группы. Давайте так. Если Митик у нас курс группы, то Денис у нас будет кайф группы. А Серега у нас очень любит сладкое. Поэтому он такой сладенький. Вот, еще есть... Еще есть, конечно, Гриша у нас. Гриша. 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 Ну, Гриша, да. Это Человек-паук, на самом деле. Или Бэтмен. Я не знаю. Я думаю, что талантливее, чем Гриша, вообще нет человека на сцене. Я имею в виду тот, кто делает свою работу. Мне кажется, нам очень повезло. Но, что касается Ани, то она у нас по-прежнему... Да, она по-прежнему... Кто она? Звук группы. Ну, она звук группы, безусловно. Вот. Что? Орала. Это не я сказала. Но у них с Гришей такие, знаете... Они, например, на концертах, знаете, как общаются? Они, если что-то, например, на сцене не так происходит, они друг другу звонят. Я вот совсем не понимаю, как можно вот этим... Звонить друг другу, и что он еще слышит? Вот. И у них не всегда судя по всему получает. Ну, то есть, когда я уже начинаю изображать себя просто... Мне когда начинают долбить постоянно не только ногами, просто и лбом, и всем остальным... Я понимаю, что они друг друга не поняли. А у них в этот момент просто происходит такая переписка. Ой, нет, я не могу это говорить. Ну ты... Я помню, как Аня как-то Гриша угнетала, 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 угнетала... Мы ехали из Петрозаводска в Мурманск. Я помню, в маршрутку сели, едем. Вот. И она... И вдруг Аня говорит... О! Ой! Паспорт забыла. В отеле. В ресепшене. А я думаю, о, капец ресепшен. Потому что ресепшен здесь ни при чем, ну а... Все так и будет. И тут, ну это ладно, не обо мне вещь. И тут такой Гриша решил реабилитироваться, ну для самого себя и говорит так громко... Ну нет, не громко даже. Ну в сторону, ну так как шипит. Лошага. А если честно, такое было. Это не я придумала. Архангельск? Нет, это был все-таки Мурманск. Нет, я все-таки, я повторяю. Это... Значит, ты там... Нет, ты там тоже забывал, наверное. Ну, что касается Ани, я считаю, что нам очень повезло. Потому что я никогда не видела, чтобы девушки-звухорежиссеры имели уши, имели такую хорду. И мне кажется, что это действительно большая удача. При том, что Денис Жданов в фильме «Анплакт» постоянно разговаривает с Аней на какой-то интересующих двоих тему. Кроме них никто ничего не понимает. Вот. И Аня еще коллекционирует уток, к вашему сведению. Так. Просто по желанию держитесь, несмотря ни на что, но все будет клево. Пусть год будет богатым на концерты во всех уголках земного шара. Мы надеемся на это. Не забывайте Украину, разумеется, нет. Дальше. Мы вообще ничего не забываем. О, хорошая песня. А ну? Ну, про дверь я же сказала, отвечу потом. С наступающим Новым годом у вас, Сергей. Как пишется... А, вот. Как пишется песня на английском? То есть переводите ли вы их с русского или они изначально рождаются у вас на английском? С какого русского-то я не бывала? Ну да, у меня, знаете, мама тут недавно говорит, у меня есть такая хорошая идея. А если у меня есть хорошая идея, то просто про улицу. Ну то есть она, мне кажется, еще не приехала. Приехали. Ааааа, ты как Бэк Лангинсoul. В общем, что я хочу сказать... У мамы действительно появилась хорошая идея. Ой, сегодня надо ехать домой на метро. Мама просто предложила нам перевести песни русские на английский язык. И я, что неправда, ты говорила тогда на пароме, мама. Переведите, переведите песни, вот какие-нибудь, ну, одну. Одну? Ну, для того, чтобы облажаться много, не надо. Достаточно просто издать один звук. Нет, откуда ж... Маминша, это маминша. А что, вот, на самом деле, я, кстати, сегодня утром просыпаюсь и думаю... А, нет, нет, я сегодня утром просыпаюсь и иду сразу в комнату проверять, как там, что там с детьми происходит. Они всегда вот так вот спят, в общем, конечно, раскрыты. Я их укрываю, Марта угрыло, все в порядке, укрываю, тема только открывает, говорит, мама, сегодня 21-ая. Я думаю, боже мой, почему ты не спишь, мальчик, в 5 часов утра? А потом думаю, а почему он понял, что это мама? Потому что могла бы зайти ведь не мама. Поняла, что он вообще знает мой запах. И поняла, что все дети знают мамин запах. Поэтому, мама, я узнала у тебя по шарфу между... В общем, шарф по тебе. Шарф по запаху. А Марта недавно сказала, мама, ты знаешь, вот как-то по-другому у тебя пахнет. Это что? А я только что, извините за подробности, наложила маску и ее сняла. И я говорю, так это же маска. Она говорит, ну да, это маска. То есть не, это маскин дух. Смешно, правда? А теперь они все мои рубятся. Кто это придумал? А, так вот, по поводу английского. Песни на английском языке пишутся только на английском языке. На русском они никогда даже и не мыслились, и не задумывались. И никакой цели мы не преследуем, потому что нам просто кайфово это делать. А кто является автором? Задание на квартирник, я-моё. Я. А что? Постоянно отгадывать викторины? В каком году была написана тайная песня? А зачем, правда? Мне кажется, вот по поводу двери очень клево было. Подождите, что будет в следующем году. Мы уже придумали, кстати. Вот так, если раньше у нас так было, что же такое придумать? Боже мой, уже так остается мало времени. Тут у нас все уже подготовлено, а главное дожить. Самое интересное и крутое из всех, что были. А, ну вот, продолжаем, конечно. Ну, в принципе, давайте не будем сравнивать.